Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. 13.06 в Кирове. Начинается наша программа. У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня мы пригласили в гости Александра Анатольевича Чурина, первого заместителя председателя правительства Кировской области, для того, чтобы задать ему несколько вопросов по текущей. Большая часть экономической ситуации в регионе, но также есть у нас припасено в кустах несколько роялей симпатичных, не буду сейчас озвучивать, чтобы не ломать сюрприз, который касается культурной и молодёжной политики нашего региона. Добрый день, Александр Анатольевич. Добрый день. Ну, вот вы знаете, поразило меня почему-то прямо в сердце предложение Константина Гозмана, генерального директора холдинга Дороничи, сделать Стрижи, не знаю, как они называются, деревня Стрижи сейчас или село, стело Стрижи, экономической зоной, территория, опережающая социально-экономическое развитие. Он это мотивирует тем, что Стрижи находится близко к аэропорту, там есть вся инфраструктура, и инвесторы могли бы получать налоговые пренференции, имея всю инфраструктуру, и приносить налоговые поступления, то есть прибыль нашему региону. Говорит он также, что Ветские поляны достаточно далеко, и больше это не для нас, а, например, для Татарстана, а вот Стрижи вполне могли бы. Как вы к такому предложению относитесь? Воспринимаете ли вы его серьезно? Любое предложение оно воспринимается серьезно, но в контексте вот этого предложения я бы, наверное, отметил следующее. Во-первых, ТОСЭР, территория, опережающая социально-экономическое развитие, она должна служить неким локомотивом для развития группы районов области, для того, чтобы концентрировать вокруг себя экономически активные предприятия, экономически активные районы, и вытягивать их общий уровень. Поэтому Ветские поляны, поэтому сейчас рассматривается заявка на Белую холуницу. Поэтому Луза. Потом Луза, да, то есть если мы рассматриваем Белую холуницу, это направление на Пермь, там есть основа Белой холуницкой, Машстройзавод, который сейчас находится, наверное, не в самом лучшем состоянии, но, тем не менее, есть перспективы его восстановления и развития. Луза, тот куст районов у нас, это Лузский, Подосиновский, Апаринский районы, это дерево, переработка, лесозаготовка и так далее. То есть наличие там такой территории обеспечит развитие сразу нескольких районов. Что касается стрижей, то здесь необходимо просчитать, подумать, посмотреть, что особенно важно в любом случае только после подтверждения заявленных нами результатов, которые мы должны достичь уже существующим в свободной зоне, только тогда мы можем говорить об открытии новых зон. То есть стрижам не стоит ждать быстрого решения этого вопроса, пока не будет результатом по другим ТССР? Да, быстрого решения не стоит ждать, потому что сначала мы должны показать результаты в других местах, хотя бы даже в Белой холунице, чтобы открылся еще такой сегмент. Но в любом случае, на мой взгляд, стрижи, только наличие там аэропорта, наверное, не говорит о том, что там нужно развивать свободную экономическую зону. Какие-то обоснования экономические Константин Козман, кроме удобного территориального расположения, инфраструктуре предоставлял уже? Нет, пока не видели. Пока не видели. Но готовы обсуждать этот вопрос? Нет, обсуждать мы всегда готовы. С выкладками, с экономическим обоснованием, с моделью всегда интересно посмотреть, что там планируется сделать. Тем более, если есть инвесторы, если есть люди, готовые зайти на эту территорию, почему нет, почему не обсуждать? Ну, надо напомнить, что это Уречевский район, и что у Дороничей там есть комбинат по производству комбикормов. И сейчас, по-моему, там строится сыродельный завод с какими-то иностранными инвестициями. Как раз это хорошо. Значит, есть те точки роста и опора, на что можно опереться. То есть развивается и без ТОССР нормально? Нет, ТОССР он будет развиваться еще лучше, конечно. Но, понимаете, во главу угла нужно ставить общую стратегию развития Кировской области. Понимаете, не частные какие-то случаи, а общие. Как мы видим, что должно развиваться? То есть что за этим потянется? Я сейчас не буду задавать вопрос, какова же у нас общая стратегия региона, иначе мы с вами тут на два часа, если не на два дня, зависнем. А пойду все-таки по частным каким-то вопросам. В частности, например, у меня следующий вопрос запланирован. Он вытек из нашей программы «Разворот на бизнес», где мы общались с представителем биотехнологического будущего кластера. Например, я-то считаю, что эта отрасль очень круто по скорости развивается. И за счет, в первую очередь, импортозамещения, которое давно уже идет в фарме у нас, и уже несколько лет складывается биотехнологический кластер, в частности, руководитель компании «Нанолек» в нашем эфире сказал, что документы на регистрацию этого кластера подписаны в Минпромторге Российской Федерации. Это буквально вот сейчас, это прозвучало две недели назад. Что дает региону регистрация в министерстве? Финансово нам поступят какие-то льготные программы налогообложения, госзаказы, может быть, посыплются. Насколько мне известно, они не подписаны, они находятся на рассмотрении и подписании в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Тут цель-то не подписания, не ради подписания. На самом деле, включение биотехнологического кластера в реестр вот этих промышленных кластеров Российской Федерации позволит получить средства прежде всего на центр доклинических исследований. Что это нам дает? Это даст нашим производителям возможность разработки собственных препаратов, возможность уже создания новых препаратов нового поколения собственными силами. Затем это сформирует сам кластер, обозначит его состав, его территориальную принадлежность и так далее. И в данном вопросе мы можем выстраивать внутрикооперационные связи. Мы можем рассматривать, определять, вернее, кто чем будет заниматься, кто на чем будет специализироваться. Вот цель этого документа и цель создания биотехнологического кластера. И вы на самом деле правы, что на волне импортозамещения и вообще тех тенденций последнего времени, которые идут, биотехнологии, фармпромышленность, она очень серьезно развивается. И это и капиталоемкое, и наукоемкое. Что очень приятно. Что очень приятно. И самое главное, что мы в Кировской области обладаем определенным потенциалом. Так сложилось, что у нас был институт советской армии, у нас был восточный, у нас биохимзавод. То есть это в любом случае та основа, на которую можно опереться и двинуться вперед. И сейчас у нас хорошее предприятие. Фарминдустрия, это же высокодоходная индустрия. Да, я думаю, что у нас по прогнозу к 2020 году оборот наших предприятий должен превысить 11 миллиардов рублей. Притом рост за три года в три раза. А планы какие? Есть уже цифры, которые можно озвучить? Ну пока все это формируется, давайте не будем забегать вперед. Лучше будем по факту говорить. Рост за три года в три раза. Ну это достаточно интересная тема. Также нам руководитель Наляко сообщил, что в конце февраля, а это уже буквально на следующей неделе, делегация из Кировской области побывает в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, где как раз поделится опытом развития биотехнологических кластеров. Потому что там он существует. Большая делегация поедет. Вы поедете? Нет, Игорь Владимирович возглавит делегацию. Губернатор Кировской области там будет. Ну и по итогам этой поездки, конечно, мы сделаем программу, чтобы понять, как будет развиваться эта тема в нашем регионе дальше. Какой опыт будет воспринят. Хорошо. Теперь я к другому форуму, который уже состоялся. Тоже экономический инвестиционный форум. Он прошел на прошлой неделе в Сочи. Кировская область на этом форуме подписала соглашение с Тульской областью и Удмуртией. В чем суть этих соглашений? Я пока что поняла, что только декларативно. Вот мы будем сотрудничать, потому что у нас тут, здесь пересекаются интересы. Хочется сразу понять, как это будет звенеть в нашем кармане. Нет, звенеть-то это, естественно, будет. Будет? Конечно. Во-первых, это соглашение, правильно вы сказали, это рамочное, это общее соглашение, которое носит скорее декларативный характер, но на основе этих соглашений будет развитие уже дальнейшее. То есть будут заключаться конкретные соглашения о конкретных предприятиях, по конкретным вопросам, по развитию транспортной инфраструктуры, по развитию кооперации в оборонно-промышленном комплексе, это что касается Тулы. Потому что многие наши оборонно-промышленные предприятия сотрудничают с разработчиками, которые находятся в Туле, в Тульской области. В Судмуртии у нас очень много точек соприкосновения. Только один пример, это если взять дорогу Ижевск-Киров, потом на Малмыш уйти, если мы ее передадим совместно, и то, что мы работаем сейчас в федеральную собственность, то у нас появится еще одна хорошая федеральная трасса, и всем жителям области, я думаю, это будет только выгодно. Только выгодно, конечно же, потому что федеральная трасса серьезно отличается от региональных пока все еще. Ну то есть о конкретных предложениях каких-то, о конкретных договорах, в какой перспективе временной мы можем говорить? Я думаю, они сейчас уже начнутся в течение года, мы будем напитывать вот эти соглашения новыми конкретными документами, исходя из которых уже будут развиваться и углубляться наши экономические связи. Вот о сотрудничестве в области конверсии в оборонной промышленности мы поговорим уже совсем скоро, в начале марта как раз в программе «Разворот на бизнес», куда мы вас приглашаем, надеюсь, вы придете. Да, конечно. И эта тема совершенно ваша, да, потому что крупным машиностроительным предприятием долгое время руководили. Пару слов все-таки об этом хочется сказать в преддверии большой беседы. Насчет сотрудничества оборонных предприятий и нашего ВУЗа в области разработки новых каких-то продуктов и технологий. Вам известно уже о явлениях каких-то, о конкретных продуктах? Нет, уже конкретные продукты разработаны. Может быть, о них сейчас еще преждевременно говорить, пока идет апробация и постановка на производство. Но вы знаете, то, что создан инженерный центр совместно с ВИАТГУ, и эта работа активно идет, это действительно так. И мы, наверное, видим уже конкретные результаты, и в скором времени, я думаю, что это будет всем уже известно. Пока давайте вперед не будем забегать. Но это продукты все-таки гражданского назначения? Гражданского, да, гражданского назначения. Так что очень интересно. Когда мы говорим о конверсии, мы всегда вспоминаем опыт 90-х. То есть магнитофоны Олимп, какие-то терки. Неплохие магнитофоны, отличные. Я не знаю, что там еще было. Мясорубки. Мясорубки, вот это вот все. Которые до сих пор работают. Они работают, конечно, но им на смену очень быстро пришли импортные продукты. И очень хочется понимать, что то, что будет производиться сейчас на наших предприятиях, все-таки действительно конкурентно способны. Естественно, сейчас проводится серьезный маркетинг. Серьезное маркетинг, исследование рынка. И в любом случае все предприятия отталкиваются от того, что мало произвести. Нужно продать. Нужно занять свою нишу на рынке. Притом все прекрасно понимают, что мы будем работать в жесткой конкуренции с иностранными производителями. Тем более, что и потребитель уже знает, как должно выглядеть это. Поэтому мы должны предложить такие преимущества, которые в любом случае сделают наш товар более выгодным и более достойно выглядящим, чем аналогичный импорт. То есть уже просто так обычную мясорубку не продашь человеку. Но я думаю, что за последние годы все это поняли и научились. Ведь предприятия у нас выжили, предприятия работают. И предприятия научились производить конкурентоспособную продукцию. Поговорим об этом, как только станет известно о внедрении каких-то таких продуктов. Потому что, ну правда, крайне интересно, как мы будем конкурировать в сфере импортозамещения, в машиностроении тоже. Возвращаясь еще раз к Сочинскому форуму, не могу не обратить внимание, что темы, которые там были заданы, они прямо упросятся, чтобы их разобрать в нашей программе. В программе одна из них звучит так. Бизнес в регионах придать новый импульс. Я вот прямо слышу голоса многих предпринимателей и среднего, и малого бизнеса, и микробизнеса. Какой такой новый список, новый импульс? По списку дальше пойдем. Стратегическое направление на увеличение количества таких предприятий в области нет. Общей стратегии мы не знаем. Налоговая лютует. Уровень жизни населения крайне низкий. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, вы знаете, в оценке этого вопроса я бы ушел от таких фраз, как налоговая лютует. Потому что это не так. И это абсолютно как бы переворачивает ту ситуацию, которая есть в области. Что касается, нет стратегического плана на увеличение малых предприятий в экономике области. А плана и не должно быть на самом деле. Мы должны создать условия, при котором людям выгодно заниматься бизнесом. Люди понимают, что они могут открыть свой бизнес. Для этого есть соответствующие условия. Для этого есть соответствующая инфраструктура. Люди хотят работать, хотят зарабатывать, хотят богатеть. То есть мы должны приветствовать только это. Тем более, что в бизнесе, в малом бизнесе, в среднем бизнесе у нас занято до 30% трудоспособного населения. Это огромное количество людей. И они работают, они оказывают услуги. Что в сфере услуг, что в кафе, в общепите и так далее. Мы просто должны создать условия для нормального устойчивого развития. Когда вы говорите, что мы должны создать условия, о чем конкретно идет речь? Во-первых, это, перефразируя вашу фразу, что налоговая лютует, это создание условий взаимодействия малого бизнеса, налоговой службы, других контролирующих органов. Потому что, ну, давайте согласимся, что без контроля, наверное, нельзя. Особенно в сегодняшних условиях. Контролировать всегда нужно, хотя бы ради того, чтобы люди, кто получает эти услуги, могли обратиться к кому-то при нарушении их прав. Это раз. Во-вторых, что касается налоговой, то здесь мы должны, наверное, постараться совместно выстроить такую систему работы, при которой вот недобросовестный бизнес, тот теневой бизнес не мешал честному, честно работающему бизнесу. Не за счет него там собирать налоги, а охватывать вот эту теневую сеть-то сейчас, ее вытащить на свет. То есть вы сейчас говорите, что налоговой хорошо бы не по крупным предприятиям, которые платят налоги и в белую платят зарплаты, только ходить, а именно обратить внимание на предприятие, где... Наверное, переместить акцент. Это как раз малый и микробизнес. Да, переместить акцент, но осветить его. Осветить и понять, кто чем занимается, где что происходит. Ну, смотрите, вот сегодня вышло сообщение на нескольких сразу СМИ, в том числе и на нашем портале эхокирова.ру и в бизнес-новостях, что директор холдинга движения Сергей Киселев, который очень ярко выступил на круглом столе с налоговой, между прочим, вами же и собранной в свое время, говорил о том, что невозможность совершенно работать с нашей налоговой, что огромные потери предприятия понесло, бесконечные проверки. Он высказался в том плане сейчас, что он не отрицает возможности ухода своей компании из Кировской области. Вот это не настораживает такая тенденция? Это одно из крупных предприятий в отрасли. Вы знаете, тенденция не может оставить равнодушным или не настораживать. Но в любой ситуации у нас единое экономическое пространство. У нас единая налоговая система в Российской Федерации. Право собственника, руководителя предприятия встать в налоговый учет там, где он считает ему удобнее, выгоднее и так далее. Это понятно. Это как бы одна сторона медали. Другая сторона медали – это сигнал о том, что, наверное, с нашим деловым климатом все-таки что-то не так. Значит, мы еще никак не можем сесть за стол и договориться. А это возможно вообще, чтобы вот сели бизнесмены и налоговые заставки? Если мы не договоримся, тогда не будет движения вперед. Только в диалоге мы можем выстроить. Вот вы, как человек, Александр Анатольевич, который долго проработал в налоговой службе, потом долго руководил крупнейшим предприятием, всегда удавалось договариваться? Я не давал возможности нас прижать, скажем так. А проверок было много? Много. Мы всегда работали строго в соответствии с действующим законодательством. Но в любом случае всегда возникали различные моменты и различные ситуации, и мы объясняли свою позицию. И вы знаете, чаще всего нам удавалось это сделать. Потому что ведь в налоговой службе работают профессионалы. И работают люди тоже, радеющие и болеющие за экономику Кировской области. И поверьте, там, наверное, нет ни одного человека, который бы хотел разорить или закрыть предприятие. Только они выполняют свою работу. И это надо понимать. Как бизнесмен выполняет свою работу, так и налоговый работник выполняет свою работу. Но вот конкретная ситуация с компанией движения. Ну, понимаете. Вы как-то к вам приходили, обращались, вы не будете принимать участие. Или пусть бизнесмены сами разбираются. Мы разговаривали, мы встречались. И, как мне кажется, вот, знаете, лёд растаял, и точки соприкосновения были найдены или находятся. Сейчас, понимаете, почему трудно нам в ходе радиоинтервью или на страницах газеты, когда рассуждают о таких вопросах, трудно дать соответствующую оценку. Мы не знаем всех подробностей дела. Мы не знаем предыстории. Мы не знаем, из-за чего, на каких основаниях налоговый орган донасчитал или, наоборот, не донасчитал тех или иных санкций. Поэтому я думаю, что мы можем усадить двух руководителей за стол переговоров. То есть руководителя налоговой службы и конкретного предприятия. Чтобы они нашли точки соприкосновения и попросить обратиться с просьбой, чтобы они выслушали друг друга, услышали друг друга. Но в конкретном случае они должны решить свои вопросы между собой. Все-таки Сергей Киселев считает, что система налогов в Кировской области связана с выполнением внутренних показателей у ФНС. Да это везде такое. Это в Кировской области, это в Коми, это в Пермском крае. Это везде такое. Естественно, все внутренние показатели, как он считает, они исходят из бюджета. То есть куда деваться? Их же надо выходить. Конечно. А за счет чего мы будем платить зарплату бюджетникам? За счет чего мы будем строить школы, больницы, детские сады? Ну, последний уже по этому вопросу. Вы же понимаете, что это такой очень показательный случай. И вот если движение уйдет из Кировской области, это даст повод и СМИ, и экспертам говорить о том, что вот бизнес утекает из региона. Ну, я думаю, это будет неправильно, когда так будут говорить, бизнес утекает из региона. Бизнес сюда и притекает на самом деле. То есть нельзя так сказать. Я еще раз повторюсь. Любое решение, связанное с перерегистрацией, это право собственника бизнеса. Как он решит? Лучше, хуже и так далее. Это его право. Ну, я не думаю, что очень сильно изменится ситуация в другом регионе. Везде все одинаково. Это как-то скажется на рейтингах инвестиционной привлекательности. В том числе и благодаря тому, что эти новости будут очень часто муссироваться в СМИ. Давайте поживем, увидим. Хорошо. Чурин Александр, первый заместитель председателя правительства у нас в гостях сегодня. Александр Анатольевич второй темой на форуме в Сочи. Было улучшение качества жизни. Очень интересно узнать, конечно, о чем там шла речь. Особенно нам, кировчанам. Потому что, согласно рейтингу РИА за 2017 год, по качеству жизни наш регион уже второй год находится на 60-м месте. На 60-м из 85-ти. И за последние пять лет мы только ухудшили свои позиции. Вот на ваш взгляд, в чем причина? А вы как считаете, на каком мы месте находимся по уровню? Вы много ездите по стране, много знаете. И за рубежом. И за рубежом. Можно я не буду озвучивать это? Давайте я вас спрошу. Нет, просто знаете, что я хочу сказать. Вот эти рейтинги, их масса рейтингов. Где-то мы выше, где-то мы ниже, где-то мы на таком уровне находимся. Вот это... Тут вопрос-то даже более глубокий, наверное. А почему мы находимся на таком уровне? По качеству жизни. Кто в этом виноват? Может быть, мы... Все-таки я уже часто говорю, начнем с себя. То есть мы спросим себя, а что мы каждый день делаем для нашего города? Для того, чтобы он стал лучше, чище, красивее. Может быть, мы перестанем бросать машины вдоль обочин, для того, чтобы коммунальные службы не смогли почистить улицы? Может быть, мы перестанем мусорить на дорогах? Может быть, не будем бережнее относиться к тому имуществу, которое принадлежит городу? Понимаете, тут вопрос-то очень такой многосторонний. Но это как раз вопросы о вовлеченности каждого жителя города и регионов. Смотрите, за последнее время впервые мы провезли голосование, что нужно сделать в городе, допустим. Это программа благоустроенная среда. Да, благоустроенная среда. Дальше. В прошлом году по программе БКД, безопасные и качественные дороги, отремонтировано более 100 километров дорог. В этом году финансирование еще более высокое. Сделано будет еще больше дорог. То есть мы ведь все-таки приводим город в нормативное состояние. Ну, наверное, не наша вина, что город много лет недополучал финансирование. В том числе и на дорожное, и на благоустройство. Все-таки вторая причина – это недостаточное финансирование. Ну, это, по-моему, на поверхности. Поэтому я думаю, что давайте мы не будем постоянно ругать Киров. На самом деле Киров развивается. Киров становится лучше. У нас открываются и строятся новые красивые здания. Понятно, у всех есть разное мнение. Но, тем не менее, ремонтируются поликлиники, ремонтируются больницы. Это все же делается нами. Правильно? Горожанами. То есть плюс еще вы призываете иметь позитивный взгляд на это. Конечно. Давайте перестанем вот все представлять в серых тонах. Ну, насчет вовлеченности людей в жизнь города и региона мы поговорим с вами еще после перерыва, короткого. Потому что тема развития гражданского общества, инициатив гражданских – это, конечно, очень важная тема. И вчера как раз она обсуждалась на круглом столе. Скажи, что не так, который инициировала Общественная палата Российской Федерации. Там был и губернатор нашей области. Есть о чем поговорить. Александр Чурин, первый заместитель представителя правительства, в гостях у нашей радиостанции. Мы до перерыва заговорили о том, что вовлеченный гражданин, вовлеченный горожанин – это одно из обязательных условий для того, чтобы улучшалась жизнь в конкретно взятом городе. Но, как нам кажется, в Кировской области и в городе Кирове активистов достаточное количество. Может быть, они еще не такие широкие круги распространяют в городе, как должно бы быть. Но мы, со своей стороны, как СМИ, стараемся усиливать вот этот отзвук. И, в частности, тут несколько историй выявилось за последнее время, в которых и вы замешаны тоже с активистами вместе. Например, история с парком у Дворца пионеров. Очень ярко об этом свидетельствует. Я знаю точно, что к вам приходил Анатолий Курбатов с проектом по парку. Проект «Больше, чем парк» называется. Это как раз территория у Дворца пионеров «Мемориал». С просьбой поучаствовать в судьбе этой территории, которая, как мы помним, по своему статусу как раз областная. Вот что сейчас там происходит? Я понимаю, что зима, не очень все видно, но тем не менее. Ну, на самом деле, мы встречались и с инициативной группой. Сейчас дорабатывается 3D-проект территорий вокруг парка. Но мы пошли, наверное, немножко дальше. То есть, во-первых, что такое Дворец пионеров «Мемориал»? Это памятник погибшим воинам, кировчанам, которые отдали жизнь во время Великой Отечественной войны. 600 тысяч наших земляков ушло на фронт, почти половина не вернулась. Понимаете, Кировская область понесла одна из самых, то есть Кировская область – одна из областей, которая понесла самые жестокие потери во время Великой Отечественной войны. И к 30-летию Победы был построен вот этот памятник – Дворец пионеров «Мемориал». Во-первых, это само по себе здание с огромной историей. Поколение детей занимались во Дворце пионеров. Там принимали пионеры, там были слеты пионерских дружин. Я сам, когда учился в 59-й школе, помню, 19 мая, в День пионерии, мы собирались там, там все олело от пилоток, от красных галстуков, барабанного боя. Это было, конечно, здорово. То есть вот эта история легла все-таки, да? Я все детство провел там, во Дворце пионеров, поэтому я знаю там каждый уголок. Я помню, как эти березки еще были маленькими, как мы катались там на лыжах, школа 59-я, окружную, кто в округе находился, школа. Все там занимались физкультурой и спортом. Поэтому для меня лично это знаковое место. Вот Дворец пионеров «Мемориал». И поэтому хочется его сейчас сделать уже более современным, более интересным, прежде всего для нашего подрастающего поколения. И мы сейчас готовим обращение в Министерство обороны для того, чтобы поставить там военную технику, современную, военную технику периода Великой Отечественной войны. Мы об этом с нашим сенатором проговаривали, с Бундаревым как раз эту инициативу. В самом Дворце пионеров поставить выставку «Интерактивная история Вятки», чтобы люди приходили и видели, насколько богатая и разнообразная история нашей малой Родины. Какую роль она сыграла в истории России. Понимаете, это такое место будет, притяжение. Плюс там прекрасный парк. Если мы устроим лыжно-роликовые трассы, люди будут отдыхать, заниматься спортом. Вот тот объект, который строился, терраспорт, мы все-таки рассматриваем его возможность как достройки, но уже многофункционального, возможно, спорт-объекта. Можно с уверенностью сказать людям, потому что опять появляются слухи о том, что там может возникнуть торговый цель? Нет, нет, нет. Что такого не будет? Нет, такого не будет. Пока, я думаю, мы тут с Игорем Владимировичем такого не будет. И самое главное, чтобы там были места, где люди могли заниматься спортом, дети могли заниматься спортом. И вообще заниматься в кружках, в секциях. Понимаете, это место, которое будет знаковым для города. А что касается финансирования такого грандиозного проекта, о котором вы говорите? Вот мы сейчас и говорим о том, что необходимо войти в федеральные программы, необходимо войти в соглашение с Министерством обороны, рассмотреть различные варианты, вплоть до того, чтобы и граждане, предприятия участвовали в финансировании вот этих мероприятий. Такой краудфандинг. Да, да. То есть это такой широкий такой народный проект. А от парка можно перейти и к ремонту самого здания. Конечно, конечно, конечно. Понятно. Еще одна история, которую тоже вы оказались втянуты силами активистов нашего города, активистов уже в творческой сфере, я имею в виду КВН. На прошлой неделе к нам приходили представители компании «Вятка», и они нам рассказали, что сочинская их победа, которая позволила им выйти в 1-8 финала КВН Всероссийского, она не обошлась без вашего участия. По крайней мере, они так заявили. Что это была за история? Может быть, я не буду там допытываться, но вы подтверждаете, что был приход? Был. Да. Во-первых, почему вас КВН зацепил, и вы решили команде «Вятка» помогать? Во-вторых, они заявили нам, что будут развивать КВН-движение в Кировской области в каких-то там масштабах просто великих, обеспечивая социальный лифт и так далее. Вы знаете про все это? Да, да. Мы это все обсуждали, на самом деле, вместе с ними. Зачем вам КВН, Александр Анатольевич? Мало вам забот? Нет, ну КВН... Я не шучу вот сейчас. Я тоже. КВН — это игра, в которую играют уже 50 лет. Притом играют самые активные, самые веселые, находчивые. Творческие, креативные люди. Творческие, креативные люди. Из КВН вышла масса замечательных артистов, масса замечательных людей. То есть, и самое главное, вот смотрите, когда, по-моему, 29 или 30 декабря ребята пришли ко мне и попросили оказать содействие в поездке в Сочи для того, чтобы участвовать в отборочном мероприятии, я им задал один вопрос. А вы точно хотите победить? Они говорят, да. Мы чувствуем в себе силы и мы чувствуем в себе желание участвовать и биться там до финала, а возможно победить в игре 2018 года. Давайте. Надо пробовать. Если есть желание, поедем. Будем пробовать. Они съездили, пробились в высшую лигу. Сейчас у нас в марте начинаются уже отборочные игры. И ситуация следующая. Не каждый субъект Российской Федерации имеет команду КВН в высшей лиге. Шесть лет они не играли. Они вернулись. И, вы знаете, хорошие очень отзывы идут. Мы сейчас с ними планируем приезд Маслякова Александра Васильевича сюда. Маслякова-младшего. Да, Маслякова-младшего. То есть встречу с нашими местными командами КВН. Вы знаете, сколько у нас много команд КВН? Я цифру точно не знаю, но оказывается, что он еще у нас как-то дышит. Он не просто дышит, он развивается. И мы-то разговаривали с ними о том, чтобы создать, допустим, на базе областного дворца молодежи такой базис, где собираются команды КВН, куда увлекается молодежь. И она начинает играть, развиваться и показывать то, на что способна. А самое главное, знаете, мы еще говорили о чем? Мы хотим восстановить студенческую весну. Вот помните? Помню. В нашу студенческую молодость, это же было замечательное событие. Все его ждали, готовились. Несколько дней и преподаватели и студенты просто из учебного процесса выпадали. Процесс выпадали, да. Готовились. Игры между факультетами, потом между высшими учебными заведениями. А кто вышел-то оттуда? Достаточно вспомнить Руслана Амедова, Бориса Файбышенко. Да многие вышли. Да многие вышли оттуда, на самом деле. Но это такое невозвращение в старые времена. Вы думаете, это эффективно будет вообще? Я думаю, в любом случае это будет востребовано. Потому что это ведь воспитывает не только индивидуализм. Это воспитывает работу в коллективе, ответственность за коллектив, работу на результат. И дети, подростки, взрослые будут вовлечены в процесс. Там такая с КВН интересная история. Там как раз собираются индивидуалисты, но они вынуждены работать в команде. Это очень серьезный челлендж. А у нас остается буквально одна минута. То, о чем вы говорите, свидетельствует ли о том, что будет разработана некая, в том числе и правительственная программа по развитию КВН? Конечно. В рамках молодежной политики мы будем оказывать содействие КВН, содействие тем командам, которые играют в КВН и которые хотят играть в КВН. Когда вы говорите о содействии, это только просто вы пришли, Чурин пришел и сказал, молодцы ребята, финансирование понадобится. Почему? Ну, финансирование, понимаете, есть ведь и спонсоры, есть неравнодушные люди. То есть не все упирается в деньги на самом деле. То есть есть компании, готовые поддержать такое движение? Есть, есть. Или это все-таки бюджетные будут какие-то средства? Нет, нет, нет. Ну, вряд ли это бюджетные средства, потому что все-таки цель бюджета немножко иная. А есть компании, есть организации, которые готовы помогать. Какой-то попечительский совет вот этого движения? Да, может быть, не совет, это сделать проще. Есть неравнодушные люди, они помогут. Понятно. Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, Александр Анатольевич. Напоминаю, что у нас будет программа «Разворотный бизнес», где мы как раз поговорим про машиностроение, про оборонку, про конверсию. Большой двухчасовой эфир в начале марта. Спасибо. До свидания. До свидания.